Доброго времени суток! С вами Виктор Князев и в этом видео мы научимся с вами определять, есть ли у нас неоплаченные штрафы по ГИБДД и научимся это делать двумя способами. Вы найдете себя наиболее удобной. Итак, первый способ это через Яндекс.Деньги. Заходим в Яндекс.Деньги, товары и услуги. И здесь мы видим сразу первая вкладочка, это штрафы. Заходим сюда, здесь набираем свои водительское удостоверение, номер и свидетельство регистрации. Ставим галочку, чтобы в следующий раз мы получали штрафы, уведомления о наших штрафах, которые мы вдруг получили на дорогах. Здесь почта и смс, номер у нас с телефона обычно есть в почте и нажимаем проверить. И мы видим вот такое сообщение. Штрафов не нашлось, похоже у вас все в порядке. То есть это говорит о том, что штрафы в данном случае на мои данные по транспортному моему средству и в инструкции не найдено. То есть это первый способ. Если таковые будут, то можно сразу будет заплатить по данным, которые у вас есть, либо те, которые будут высвечены здесь уже непосредственно, если штраф у вас числится здесь. Второй способ. Мы набираем, опять же, в поисковой строке ГИБДД, то есть это главный наш сайт. Мы через него будем еще раз определять, есть ли у нас штрафы. То есть мы должны убедиться двумя способами, чтобы мы могли найти для себя наиболее удобной, то есть ГИБДД. И вот в этот первый сайт ГИБДД заходим. И здесь мы сразу видим, первая вкладочка это проверка штрафов. Заходим сюда. Здесь уже набиваем номер. Здесь набиваем наш регион. Здесь свидетельство регистрации нашей. И вот эти цифры, капчи так называемые. И нажимаем запросить. То есть здесь таким образом мы тоже проверяем непосредственно уже на самом сайте нашу информацию по поводу штрафов. Есть ли у нас на данные? Данные, видите, сразу появляется неуплаченных штрафов нет. То есть после этого, как только мы нажимаем, то все равно висит какое-то определенное время и уходит. То есть таким образом мы проверили наши штрафы на двух сайтах через два различных сайта, то есть через Яндекс.Деньги и через Косавтоинспекцию. Теперь вы можете это легко делать при необходимости, либо в случае, когда у вас возникли вопросы, проверить наличие этих штрафов непосредственно через электронную систему платежей и штрафов в ГАИ. Для тех, друзья, кто хочет более уверенно использовать свой компьютер и использовать все возможности, я предлагаю свой курс «Как стать уверенным пользователем компьютера» за три недели. Ссылочка на этот курс находится в этом видео и под видео. Переходите, знакомьтесь и до новых встреч!